Ну что ж, она же не должна продолжаться. У тебя есть другая ручка? Дай мне другую ручку. Хлебо я в руки делаю, да? Рярка чё такое? Ну вдавила ручку, ты представляешь? Вот она любит нажимать. Ты посмотри, что с ручкой сделала. Ну ничего хорошего. Дела угробил ручку, дай сюда. Даже не факт, что она там новая, старая, просто так нельзя вдавливать. Ну да. Дай мне ручку. Кто из вас в школу идет учиться? Пойдем вдвоем учиться. А ты на школьницу как раз. Похода? Нормально. Школьница, школьница. А где вторая школьница? Здесь вторая школьница. Ну вот тебе в третий класс, мамке в десятый. Не, в седьмой. В какой десятый? Не, в седьмой, наверное, маловато. В седьмой, восьмой. Ой, ты вообще подростков не видел. Да? Коня? Мягко сказать, жирафики. Жирафики. Переростки, короче. Так. Это мы третий раз, да, прививаем сейчас? Получается. Или четвертый? Почему здесь нет наклейки? Потому что она единая, а это разбивают на два укола. А это тоже что-то сейчас на два укола? Да, это сейчас тоже разбили. Она говорит, что единой нету. Ну короче, прививки у нас теперь у собаки есть. И сколько ждать надо? Ну то, что я сегодня с одного источника смотрела, то 20 дней. То есть ждешь 20 дней? Идешь в государственную клинику, берешь справку формы не помню какой, и у тебя есть 5 дней на то, чтобы куда-нибудь свалить. Ну то есть в любой момент, когда тебе нужен совет, просто идешь, получаешь справку. Ну вот, одной проблемой. Через 20 дней станет меньше. Итак, что такое? В паспорте? Угу. Ой. Мама. Тамарис. Ничего себе. Как у меня мама. У меня мама Тамара. Тамарис. Айрон. Кстати, вот поэтому он Харлеем и называется. Потому что у Харлей Дэвидсон есть такой мотоцикл Айрон. Ты видел этот паспорт? Я только сейчас обратил внимание. Янис. Не, я не считала. А это кто? Папа, что? Лапушка Амелия Янис. Ну да. Походу. А, не. Отец Шанни. На. Не. По. Годы. Обигеть, блин. Короче у нас какая-то собака вообще супер крутая. Янис Орлей, ты прям вообще какой-то загадочный пёс, знаешь об этом? Укололи тебя, да? Да Бедная собака Ну не надо сразу ко мне идти Так можешь постоять, тебя поглажу Офигенная штука Мироторговское готовое мясо Свиные ребрышки Сколько они стоят, Денка? 269 269 рублей, а съесть какой-то Непонятно 500 грамм, по-моему Явно больше Больше было Стопудово, блин, где вес Вот, наверное 600 600 600 грамм Разогревается в микроволновке И готово Классная вещь, мы уже пробовали Уж такую А на гарнир что? Картошка на пару Картофанчик? Угу Красота Такая штука получается Под итогом Причем это раз кусок Лучухи два кусока Или три куска Это все, да? Да Ну Неплохо так Ну, на один уж он так получился Ну Ну, при желании можно и на два расценить Если один человек, то мы вообще, блин На три дня Короче, выгодно и вкусно Здарова, у тебя что интересно? У меня новая лолка Вот что интересно Прикольно А что у них глаза такие большие? А у всех полу плана большие Угу Только проблема в том, что она Видишь, какие у нее У них различия В теле Смотри Ну, это маленькая, наверное Другая побольше Не, они одинаковые Это и та одинаковые Просто у них огромные колоссальные различия в теле Угу В голове у них одинаковые различия Вот в чем проблема Смотри, вот что мне в нее попалось Еще там стоит Так вот Так вот Я тут думаю Завтра в школе Моя подруга Понесет лол Она говорила Обменяться одеждой Угу Может быть попробовать Попробуй И я захотела попробовать Обменяться с ней лол Попробуй Может быть она согласится Просто смотри Вот этого Вот этого У лол не должно быть Очков? Нет Особенно эту сберюшку Не должно быть Для чего это? Ой Я не знаю Может это браслет как-то? На руку Да не Это звездушка из мультика Он инструкции не написан Да не Это просто как аксессуар Как вот Вот это Как вот это Я понял Ну Вот Может быть у меня завтра Получится Очень большое Прикошение Как тебе школа-то хоть? Хорошо Только учительница сегодня была в поплом настроении Пятушка обратно выпустила? Да Ему хорошо стало Посылку мне прислали Интересно Я ее уже скрыл правда Короче вот такую вот зубную щетку Японская ультразвуковая Ионная Электрическая звуковая Ионная Зубная щетка Суть в том что Для этой щетки не нужна паста И она вроде как там Супер супер круто Чистит зубы Чистит зубы По внешнему виду Как обычно Электрическая щетка Ничем не отличается Но разница в том что Эта щетка работает От батарейки И у нее вот эта вот часть Она Ну как у электрической щетки Не вращается Здесь именно С помощью звука все чистится Щетина мягкая Мягче чем на обычной щетке Разной длины И работает она Вот так вот Я на данный момент пользуюсь Вот такой щеткой Это у нас браун Кстати неплохая щетка Вот Но здесь принцип работы такой что Крутится вот эта вот часть Ну туда-сюда И собственно чистится зубы А у этой японской щетки Принцип работы совершенно другой Я ее уже попользовался несколько раз Ну пока мне нравится Не знаю Посмотрим как она дальше себя будет вести В общем недельку попользуюсь И потом уже подробно расскажу Что я об этой щетке думаю Стоит не стоит покупать Поскольку мне ее просто прислали на обзор За рекламу Мне никто не платил Соответственно можно высказывать Чисто свое собственное мнение И это очень хорошо Иногда для того чтобы Двигаться Вперед Нужно Остановиться И Сделать пару шагов назад Посмотреть На все со стороны Спокойно Хладнокровно И Порой Очень Трудно Но очень Необходимо Уметь признавать свои ошибки И уметь признавать Свои Поражения Неудачи И Без этого наверное Идти дальше не получится Благодаря вот той ситуации которая произошла Несомненно она принесла огромное количество Стресса Нервов Депрессии Но тем не менее с другой стороны Получилось Впервые может быть за многие годы Самому себе признаться В том Что ты можешь А чего ты не можешь Блогингом я начал заниматься очень давно В 2012 году Сначала это был живой журнал В 2015 году Это стал YouTube И Если поначалу Вот Что живой журнал Что YouTube Он приносил огромное количество Положительных эмоций Огромное количество Удовольствия То С каждым днем Количество удовольствия Пропадало Количество Положительных эмоций Сходило на нет И Появлялось Чувство Разочарования Чувство Какого-то Неудовлетворения И Дело сейчас абсолютно Не в хейтерах Не в зрителях Не в просмотрах А Дело в том что Ты Вкладываешь Какие-то эмоции Силы Энергетику Частичку души В то что делаешь Но В этот момент Ты наверное Не понимаешь И тебя это жутко злит Что У тебя не получается Добиться тех результатов Которых ты хочешь добиться Вот и вчера В очередной раз Отойдя на два шага назад Посмотрев на все с той стороны Я наверное Впервые За многие годы Ну Сумел Сам себе признаться Что Дело не в окружающих Дело не в зрителях Дело не в хейтерах Дело действительно во мне И Просто В какой-то момент Я выбрал Ну Немножко не тот наверное путь Блогинг Очень сложная Тема Очень сложная Работа Не побоюсь этого слова Которая требует Гигантской самоотдачи Которая требует Гигантских усилий И самое главное Если ты этим занимаешься Ты должен быть человеком Очень стрессоустойчивым Кроме того Для того Чтобы успешно Вести канал На ютубе Или Блог В жилом журнале Ты должен быть в тренде Ты должен Освещать какие-то актуальные темы Ты должен Делать то Что от тебя хочет зритель Потому что Своего рода Это Какая-то некая Общественность Открытость И Просто так Смотреть Слушать Или как-то Прислушиваться К тебе Просто потому что Ты что-то снимаешь Даже если ты снимаешь Это очень красиво Очень качественно Очень круто Конечно же не будет И причина Еще раз повторюсь Не в людях Причина По сути в самом тебе В общем Надо просто остановиться Дойти назад Посмотреть на все со стороны И принять решение Моя Моя Моя